Итак, у нас осноровка. В очередной раз показываю вам, что это такое и как ее правильно выполнить. Смотрите, я перегнула свое изделие посередине полочки, посередине спинки, нашла боковые шовчики под мышкой, под проймой, да, у нас вот здесь вот. Уравняла обрезные края булавочкой, закрепила эту позицию. Затем я нашла, нахожу плечевые шовчики вот здесь, уравняла срезы, уравняла эти шовчики и закрепила булавочкой. Затем в другой стороне своего плечика то же самое сделала. Ну что теперь? Теперь я могу выложить вот так вот красиво горловину спинки. Смотрите, вот так вот мы выложили горловину спинки, уравняли тоже срезы по возможности и прокалываем ее булавочками, чтобы аккуратненько поработать вот в этой области. Затем с этой стороны горловина полочки у меня, вот она сама с собой ложится, как хорошо. Я сейчас возьму лекало и буду лекалом рисовать вот эту красивую линию по тем следам, которые у меня получились, когда я делала примерочку. Да, меточки у меня были, я вот как-то ниточку кривенько поставила, это не имеет значения. Сейчас мне нужно осноровить пройму. Я ее осноровку показываю в закрытую пройму, то есть когда у нас плечики с вами сшиты. Я уравниваю старательно срезы, надеваю вот так вот на руку и прокалываю всю нашу проймочку. С этой стороны проколола и, конечно, вот так вот с этой стороны прикалываю. Что я вижу здесь? Я вижу ниточки свои. Мне хотелось в готовом виде видеть вот по этой ниточке. Все сложено. И сейчас я осноровлю то, что я вижу. Ну вот по-хорошему нужно взять лекало, вот такое, и выполнить по лекалу вот эту осноровочку. Давайте посмотрим, чтобы было виднее. Вот наша проймочка. И мне нужно в готовом виде видеть вот такую вот историю. Поэтому я отступлю 5 миллиметров, у меня будет косая бейка, на то, чтобы все это прострочить, обработать косой бейкой. И подрежу вот так. Но ведь нам надо и на спинке это тоже продолжить. Поворачиваем вот так на спинку свое изделие и делаем вот такую же вот картинку. То есть вот это я бы подсняла, убрала. Ну и еще, конечно, мы сейчас посмотрим, как выглядит у нас внутренняя часть вот этой проймы. И тоже ее немножечко почистим. Посмотрите, опять одеваю на ручку. Так, я хотела еще буквально миллиметров 5 сделать побольше, чтобы ничего не поджимало у меня. Поэтому режу вот так. Вот так. Очень аккуратно, очень осторожно режем и мы получаем ту пройму, которую хотим видеть. Плюс, конечно, наши припуски. Вот сейчас можно это обработать косой бейкой. Как буду обрабатывать косой бейкой, тоже вам покажу. Ну и давайте оформим корловинку. Вот так она у нас лежит. Вот так мы все разровняли. Значит, на спинке я не буду две линии рисовать. Я сразу нарисую ту, по которой я буду вырезать. С учетом того, что припуск на шов у меня будет 5 миллиметров. Вот так это будет у меня спинка. И как-то... Вот так я бы сделала полочку. Конечно, мне не нравится вот этот уголок, который мне не хочется. Чтобы его хорошо обработать, нужно распороть плечевой шовчик. А потом его снова дошить. Ну, я посмотрю... Не знаю. Может быть, я так и сделаю. А может быть, просто вот так вот сделаю кругленько и обойду все-таки вот это косой бейкой. Так будет обработать гораздо быстрее. Пока берем и по нарисованной линии аккуратненько все подрезаем. Наверное, я ее чуть-чуть скругляю. Вот так, чтобы не было проблем обработать. Ну и косая бейка у меня будет выполнена из органзы. Вот такая косая бейка. Она прозрачная. Мы сделаем такую деликатную обработку. Ну и еще мне, конечно, нужно осноровить линию низа. Для этого мы уходим вот так вот вниз. Мало здесь мне места. Но все равно постараюсь показать. Уравниваем боковые шовчики. Прикалываем булавочку. Низ у меня довольно ровненький здесь. Выскочила у меня тут предательски 5 миллиметров. Вот эти. Придется их срезать. Это я некорректно сметала боковой шов. Не нужно мне было так поступать. Ну а дальше у меня все идет ровненько по точной нити. Ну раз уж так поступило, придется вот это вот мне подровнять. Только и всего. Такая у меня сегодня осноровка низа. И сам низ я буду обрабатывать московским швом или американским швом иногда еще говорят. Как я буду это делать, тоже я вам покажу. Вот собственно и все. Осноровка наша закончилась. Следующий этап в работе называется окончание. К окончанию у нас относится с вами обработка низа. Проймы и горловины.